Борт 17. Задание по закладке карты выполнено. Я ее спрятал в берлоге медведя. Здесь сейчас явный запах меда. Задача противника усложнилась, потому что карту нужно достать аккуратно, чтобы не разбудить медведя. Ждите на моем канале скоро новое видео. Мы устраиваем игру по типу рейдовый поиск. Мы уже бросили вызов нескольким командам. Ждем ответа. Борт 17! Борт 17, ты жив? Враги, 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 Борт 17! Я зацепился! Борт 17! Я зацепился! Борт 17! Да мне знали! Я уже... Это была вражеская золота. Доложить обстановку. Озеро не должно быть. Иду по приборам. Борт 17 поел ягод просветления. Ему открылся ясный путь. Ясный и короткий. Обнаружили желтый снег. Борт 17 говорит, что есть его не надо. Невкусно. Невкусно. Итак, друзья подписчики, всем привет. С целью укрепления командного духа здоровой страйкбольной конкуренции в нашем регионе, я и моя команда решили проверить на прочность страйкбольные команды в нашем городе. У нас их есть несколько. Для начала я выбрал две команды. Первая команда Легион Тивер, вторая команда под названием Мох. Бросаю им вызов в виде постановки рейдового задания, что подробно расписано и отправлено к капитанам этих команд в личных сообщениях. Примут вызов они или нет, их дело. Если да, то буду ждать выполнения задания, а также ответного рейдового задания для моей команды. Вкратце расскажу, что мы сделали и какую задачу должны выполнить эти команды. Команды получили на руки карту и список задания и правил. На этой карте указано местонахождение еще одной карты. И на этой карте будет помечен примерный район, в котором расположен скрытый замаскированный лагерь. Второе задание. Найти этот лагерь в этом районе, помеченном на карте. Третье задание. Скрытно вести наблюдение за лагерем с расстояния 70-100 метров, не ближе. Для этого у команды должен быть бинокль или несколько. Команда должна определить численность условной жиловой силы в лагере в виде мишеней, которые мы закрепили скотчем к деревьям. Четвертое задание. Это документировать все свои действия. Фото, видео, документация. Это и будет доказательством того, что они выполнили это задание так, как надо. И пятое задание. Это покинуть локацию незаметно. Время на выполнение этого задания командам дается почти две недели. То есть мы так посчитали, чтобы преподало на двое выходных. Команды могут выполнить эти задания в любое удобное для себя время. А также будем ждать фото, видео, материалов с выполнением заданий от наших команд. Также у нас будет для третьей команды задание. Это зачистка лагеря. Они должны проделать всю ту же операцию, то есть все то же задание. И в конце задания они должны уничтожить лагерь. То есть собрать все скотчи, киперные ленты, плакаты, то есть мишени, которые там расположены. Собрать, убрать из леса, чтобы лес оставить чистым.